ЖИЗЬ ВОРОТ! ЖИЗЬ ВОРОТ! Антология Уркагана Россия допускает, что ее отключат от SWIFT. Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Мы не можем исключать ни одной из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются по нарастающей. Дмитрий Песков. Общество Всемирных Межбанковских Финансовых Каналов Связи, SWIFT, Международная Межбанковская Система Передачи Информации и Совершения Платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях. При отключении этой системы страна, фактически лишается возможности проводить международные расчеты. Эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер. В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, подчеркнул Песков. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что необходимо отходить от использования, контролируемых Западом международных платежных систем. Банк России разработал в 2014 году альтернативу SWIFT, систему передачи финансовых сообщений, СПФС. К СПФС подключены ведущие российские банки и компании, а также российские партнеры за рубежом, банки стран Евразийского экономического союза, ЕС, Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Возможность отключения России от SWIFT впервые прозвучала в 2014 году. Чем ответит Путин? В интервью журналисту ABC News, президент США, Байден рассказал, что в разговоре с Путным по телефону в конце января, он прямым текстом предупредил президента России, что если будет доказано вмешательство Кремля в американские выборы 2020 года, то будут введены санкции. Он заплатит за это, пообещал американский президент. Узнав, что Байден и Путин знают друг друга, журналист задал прямой, по сути провокационный вопрос. Вы думаете, что он убийца? Президент США совсем не дипломатично ответил да. Вот так вот что называется мордой об забор. Вспоминая ироничное отношение к кандидатуре Байдена во время выборов, мне кажется, мы все недооценили Байдена. Мне кажется, из спорной, компромиссной фигуры, которую демократы вынуждены были выдвинуть, в отсутствие харизматичного лидера, он неожиданно стал именно тем президентом-демократом, которого ждала вся демократическая Америка. Причем в части решительности, жесткости высказываний и принимаемых решений, он похоже не уступает даже Трампу, завидно отличаясь от него компетентностью и принципиальностью позиций решений. Боюсь Путину, и прочим членам клуба авторитарных правителей, этот президент может доставить куда большие проблемы, чем многие из предшествующих. Этакая ответка за попытки диктовать Америке, новый формат взаимоотношений и вмешательства в ее внутренние дела. И при этом Байден заявил, что его принципиальное и жесткое отношение к Кремлю не мешает сотрудничать там, где интересы совпадают. Так прямо и сказал можно делать два, дело одновременно. Но тут возможно проблема, Путин может проглотить санкции и самую жесткую критику, в части нарушения прав человека, но вряд ли простить ему преступника. Он слишком обичив, да и ему как-то нужно реагировать на такой вызов. Тут явно светит симметричный ответ. А это конфронтация и усиление напряженности и эскалация экономической войны. Вот только для США эта война будет едва ли ощутимой и заметной. Тогда как для России, все будет достаточно серьезно. Как работают SWIFT-переводы? Денежные переводы в разные концы света, уже прочно вошли в жизнь современного человека. Новые технологии позволяют совершать отправления, даже из своего дома, с помощью банковских онлайн-сервисов и приложений. Система SWIFT позволяет переводить деньги на счета иностранных получателей в зарубежных банках, в этом случае, мгновенные переводы вроде Western Union не работают. С помощью SWIFT-перевода, можно выгодно отправлять деньги в любую точку мира, оплачивать обучение в зарубежных странах и проживание в гостиницах. Важно лишь правильно указать реквизиты, чтобы деньги не зависли на счетах банков-посредников, участвующих в осуществлении транзакции. Что такое SWIFT-перевод денег? Аббревиатура SWIFT сложилась из наименования сообщества Всемирных межбанковских коммуникаций. Даже в логотипе, выполненном в виде земного шара, опоясанного меридианами, существует отсылка к финансовым каналам, пронизывающим современный мир. Система SWIFT сложилась в 1973 году, объединив в одно сообщество свыше 200 банков из Европы и США. Целью кооперации было ускорить проведение транзакций, обеспечить высокую точность и надежность банковских операций. Сегодня головной офис сообщества расположен в Бельгии, а в кооперации принимают участие свыше 10 тысяч банков из 220 государств. Они проводят за сутки более миллиона транзакций. Помимо банковских учреждений и услугами SWIFT-переводов, активно пользуются биржи ценных бумаг, брокеры и другие участники финансового рынка. Каждому банку в системе SWIFT присваивается уникальный код, аналог БИК в нашей стране, сформированный по ИСО 9362. Это гарантирует защиту денежных средств и обеспечивает точность переводов. Преимущество SWIFT – быстрая отправка денежных средств в любую точку мира. Нет ограничений по максимальным или минимальным суммам, за исключением тех, что предусмотрено законодательством конкретного государства. Мультивалютность – отправлять и получать деньги можно хоть в рублях, хоть в йенах. Доступные комиссионные сборы – сумма вознаграждения меньше, чем у других операторов. Широкий территориальный охват – SWIFT работает там, где есть отделение любого банка. Гарантия выполнения транзакции. Система компенсирует все убытки, возникшие в результате технических ошибок или сбоев. К недостаткам оператора можно причислить, из-за количества посредников и специфики проведения операций каждого из них срок доставки денег может увеличиться до 5-7 дней. Сложность цепочки, по которой передаются данные, увеличивает вероятность ошибки. Необходимо знать точные реквизиты, включая уникальный код, присвоенный в системе банку, в котором будет осуществляться выдача денег. Сегодня SWIFT переводы наиболее удобны и востребованы для операций, связанных с переводом денег за пределы страны. Комиссия и тарифы. По сравнению с другими операторами, также предоставляющими финансовые услуги, система SWIFT предлагает самые выгодные тарифы. Здесь нет фиксированных расценок, итоговая сумма складывается из комиссионных сборов, которые устанавливают сами банки-участники. Зачастую стоимость перевода выходит дешевле, чем у систем мгновенных переводов. В зависимости от банка комиссии могут достигать, за отправку денег, от 0,1% до 2% суммы, минимум 10-60 долларов. Отзыв платежа, от 20 долларов до 100 долларов. Эксперты советуют совершать переводы, в системе SWIFT в том случае, когда минимальный платеж меньше, чем величина комиссионного сбора. К примеру, в Сбербанке для долларовых переводов установлена ставка, 2%, но не менее 15 долларов. То есть, через этот банк выгодно отправлять суммы, более 75 долларов. В Бенбанке возьмут, 1,3%, но не менее 30 долларов. В МДМ цифры раны 1%, и 25 долларов соответственно. Окончательную стоимость транзакции рассчитывает операционист, во время оформления перевода. Важно помнить, что комиссионный сбор оплачивает получатель платежа. Если требуется передать точную сумму, например, в качестве оплаты за услуги, количество отправляемых денежных средств, увеличивают на размер комиссии. Кремль сообщил, из чего исходит после слов Байдена о Путине. Прецедента словам Джо Байдена в интервью ABC News не было в истории, отметил Дмитрий Песков. Он пояснил, что Кремль расценил слова президента США как нежелание налаживать отношения с Россией. В Кремле высказывания президента США Джо Байдена расценили как нежелание налаживать отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. На вопрос, не оскорбило ли интервью Байдена лично Владимира Путина, Песков ответил, «Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого». Песков отметил, что не может сейчас сказать, будет ли Путин реагировать на слова Байдена. Отвечая на вопрос, не стоит ли окончательно отозвать посла в США, Песков рекомендовал обратиться в МИД. «Давайте будем точны в формулировках. Посол приглашен в Россию для консультации, для ревизии российско-американских отношений. Больше мне нечего добавить», пояснил представитель Кремля. Песков уточнил, что подобного прецедента не было в истории дипломатических отношений России и США. «Нечего припоминать. Конечно, такого не было в истории», сказал он. Отношения между Россией и США он охарактеризовал как очень плохие. Накануне были опубликованы выдержки из интервью Байдена, телеканалу ABC News. Журналист задал вопрос. «Так вы знаете Владимира Путина? Вы думаете, что он убийца?» «Ммм, да», — ответил Байден. Он рассказал, что лично в разговоре по телефону предупреждал Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы. «У нас был долгий разговор. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал, «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — ответил Байден. После этого представитель МИДа Мария Захарова заявила, что российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультации о будущем отношении России и США. «Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в сто дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления, пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — отметила Захарова. Она уточнила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с США, если американцы осознают связанные с этим риски. Байден в своем интервью подчеркнул, что в отношениях с Россией можно делать два дела — одновременно и сотрудничать в тех областях, где совместная работа в наших общих интересах. Он напомнил о решении продлить с Россией договор об ограничении стратегических вооружений. В тот же день Минторг в США объявил, что санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального вступят в силу 18 марта. В рамках мер давления США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, приостановят действие лицензии на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые ранее были поставлены в Россию, запретят экспорт и импорт оружия, примут меры в рамках сотрудничества в области космоса. Субтитры создавал DimaTorzok